доброго времени суток всем дорогие друзья с вами инвейд с вами каспер да дубль два но и в общем начинаем смотреть игру и чеки дтс пока тут пикибаны можно булки расслабить немножко это вроде как последний групповая стадия суса да 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 8 команд 6 из них выйдет дальше и тяжело отсюда вылететь поэтому ну как тут дается командам по сути второй второй шанс то есть во первых да они и в группах выходят по три команды и первые места групп попадает сразу стадио плей офф 3 4 будут играть между собой за право выхода этот плей офф полуфинал просто немного растянули время тем не менее команда будет больше стимула играть больше возможностей вероятность фарта и главное для болельщиков что будет больше матчей конечно конечно это всегда приятно тем более что время у нас вроде бы пока есть вроде мы никуда не опаздываем так что можно посмотреть на одну две игры побольше это не так критично да у нас кстати после этой игры будет матч в рамках турнира госу лига и будут играть next против dts dts вчера уже next of укатали причем очень салатненько посмотрим что они сегодня покажут извлекли ли уроки из прошлой игры наши зарубежные друзья да казахи так ну что пока у нас на пик или набанили шадоу демон пока вроде стандартные пики бана то есть дтс и банят просто стандарт на ищи посмотрели игры дтс с чем они там обычно играют исполняют и пытаются самых неприятных для себя героев убрать да забанили фаника и забанили флая флая да 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 но не забывать что дтс и очень много всего придумывали за последнее время ну даже не то что придумывали а просто показывали как они играют и всех героев не перебанить все равно да конечно тем более вот чем мне нравится дота 2 тем что за последний буквально месяц очень много всего поменялось много героев добавляется сильных героев не будем забывать очень сильных и поэтому баланс баланс шатается после каждого апдейта практически но это позволяет нам постоянно видеть новые стратегии потому что были одни герои играли по одному добавили новых героев все поменялось и снова смотреть интересно нету заезженных страт да да конечно так сейчас еще раз напомню где у нас будет проходить общение общение у нас будет проходить именно вот здесь на ваших экранах сейчас внизу появился twitter пишите адресуйте свои месседжи на этот адрес я буду их читать ну а комментаторы для вас тоже вот сейчас показаны на экране все все те же инмейт у нас уже гость не первый раз так что я думаю проблем быть не должно буянить же не будешь надеюсь надеюсь главное чтобы это когда придет сосед успеть выключить микрофон и объяснить ему ситуацию а это кстати да это очень важная тема потому что у меня мои соседи тоже очень долго не понимали вообще что происходит зачем я вообще разговариваю сам собой да 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 такое немое недопонимание в глазах у них было есть немножко как кстати твои соседи вообще относятся ко всему этому но мне кажется что один привык на второй просто спит на убой и тоже нормально а то есть он уже такой было так такой да ну бывает короче нормальность разберусь так если можно скажите мне данные о качестве звука то есть убрались ли вот эти вздохи-выдохи которые были в прошлый раз и это инвокер от и чей первый пик да вы там жалуетесь если что пишите опять же там в можете в группе написать я думаю там и там прочитаю если будут какие-то жалобы вроде бы пока критичного ничего не было так что так но все равно то есть если что то не так то сразу пишите мы все исправим конечно конечно вот и вообще как бы наконец-то у нас там не китай наконец-то хотя представляем как играет команды до того как увидим их деле спрашивает что с инмейтом почему не играет в общем грубо говоря сегодня скорее всего лишь вечера будет анонс и все вы там почитать все вы там увидите а вот так вот даже да все серьезно так все все на сайте 5 да ну вот варлок кстати тоже спрашивал по этому поводу давно кто спрашивал так меня тут дразнят клубникой блин блин дело такое и так работал в пикаде т.с. это бруда и сент кинг причем мне нравится бруда пушер и сент кинг такой анти-пушер то есть анти бруда назовем так ну чтобы нечем было контролить бруду таким то есть как бы почему то считается что нормально против бруды стоит тайт дарксир и скорпион тайт дарксир в бане значит скорпачьи сами заберем и нормально будет ну так у них спелы дешево стоят они наносят хороший аое дэмэдж долго длятся да то есть там тайтхантер вообще 225 сент хрусмеша клац клац два залпа пауков всех нету но на самом деле дело я думаю в этом просто сам по себе скорпион под полезный герой и конечно если вы взяли на просто как-то вырывать или может еще чего-то ах я уже скучаю за теми временами когда все 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 ставки были именно на ауе прокаст когда там пак сент кинг там шейкер еще какая-то гадость мы же показывали недавно все это дело ну было было такое я вот кстати обратил внимание да что вот вас кстати нави убили тем же чем вы всех обычно вот да вот ровно то же самое что вы всегда со всеми делали они сделали с вами просто хорошо провернули комбинацию так обидно было на самом деле и в бан у нас уходит бон флетчер от команды ищи брел мастер от команды dts также по третьему пику от команды ищи это была венга а дтс это и нигма такие тоже массу ты уже набрали себе уже что-то вырисовывается с комбинациями опять же нигма и сент кинг туда не знаю кого еще доберут тут поставить линии можно вообще по-разному бруда может спокойно пойти в сложную соло и нигма лес сент кинг куда-то там саппортить кому-то да почему они все могут пойти как в дабл как в трипл то есть что угодно на самом деле все три герои могут и в сложных пойти то есть а могут и втроем пойти в сложные тоже будет нормально то есть вариантов миллион непонятно да пик свечами хотя попроще то есть там допустим даже что чем пойдет в соло мы не рассматриваем там нормально чем соло мид поехали нет ну типа мы тоже пробовали так типа чем соло топта скрипом как-то но это плохо кончилось и уходит еще бэй ну то есть серьезно озаботились и чьи подготовкой к игре забанили всех забанили просто всю команду дтс забанили магуса забанили габлака забанили флай забанили два раза до флайа два раза забанили и фаник от ну там бун флетчер можно и джакалу отнести по сути то есть они там вдвоем так так-то да ну и даже почти стопроцентно джакалу в прошлой игре габлак играл на бун флетчере а джакал тогда был на ликонтропе тут кстати друзья вышла очень интересная статейка от нейтрал крипс есть такая организация тоже dota 2 то есть они там всякие новости забавные пишут и вышла статья international 2 какие же команды могут поехать на интернешнл и написано описаны полностью 17 составов то есть какие у них достижения каких высоких шансы или невысокие это то что попасть смешно это потом ссылочку а конечно ведь это то что скину а ты там потом уже на досуге дает почитаем как будет время у меня если чё в твиттере я сделал ретвит этой ссылке так что можете заходить все так далее с проблем вот я думаю вообще все будет у нас отличненько так и это большая та самая большая от дтс и дк от и чей давить больше пока он по сути то убивать и нечем так тогда вообще отмену такой не сильно убивающие быстро пик помещение пока да такого в каком там называется его обычно инстандема что ли что такое в общем быстрого урона очень мало то есть тут и дк разве что заплюнуть может в бестмастер опять же опять же все такое меня не обвестра убивающие не ну вроде бы они там на герой это быстро следить могут тот же инвокер кучу дпс выдает но как она пойдет пока не знаю смотрим ждем ну сам по себе пик у дтс такой вот он приятнее да мне тоже очень нравится тем более что если хорошо поймает блэк холл баньша со своими спиритами разорвет просто в клочья всех да знаешь что мне больше всего обидно что что мы вот не выиграли третью игру на века у нас был хускар потому что типа с баньшо выиграли и стали пикать выиграли бы с хускаром он бы сейчас тоже постоянно где-то пик участвовал тут дело такое а мы недавно кстати смотрели по реплеем какую то игру кто то кто то кто то играл там был хускар да в пике хускар там нормально кстати затащил но у нас вроде бы все все уже понабирали я показываю забрали и ставится пауза так но пока расскажем наверно кто на ком играет то есть у дтс рассказывать как я понимаю фаник играет сейчас я камеру как обычно поставила просто последняя игра была на компьютере именно в дотку поэтому камера слишком резкая да у дтс фон фаник на энигме вот это очень интересно габлак на баньше джакал играет на скорпионе флай играет на аппарате и магус играет на брутмазер магус на брутмазер это вообще отдельная легенда это вот у фаника можно спросить они там дубаса фаника вот у всех кто там раньше играл чем в ясахаре старой отечественной вот там у них с магусом на бруде очень много связано недавно же нави себе брали его как стендингом и тоже нормально у него получилось нс был на венге и магус по-моему играл на бруде так ну вот сейчас смотрим за команда ич фоксер на дк метрим на чене кинг-эр инвокер эвтаназия у нас на венге и дион может назвать его дион дион да в общем дион у нас на бисмастере вот так все понятно вроде бы готово мне конечно нравится ancient operation очень как герой но мне вообще больше пик нравится пока у именно у дтс и хитрый план капкана рисует в это время пичи такое то на них такой хитрый план такой хитрый где то я помню был демотиватор с этой темой не ну просто моргали подумали порисовали и стоит эта дурацкая пауза так ну а я пока пишу точнее на экране появляется поочередно то кто комментирует то twitter куда нужно писать во время трансляции откуда я буду читать ваши комментарии так что не стесняйтесь пишите я посмотрю может группе что-то какие-то жалобы есть нет жалоб нету значит все нормально хорошо да тоже пойду почитаю пока дело есть как там пока время варлок говорит доброго времени уток ага что у нас еще там как обычно холивары по поводу того кто круче из комментаторов я вообще не понимаю как бы сути спора потому что на вкус и цвет все фломастеры разные а комментатор он либо плохой либо не очень поэтому того что там один круче другой хуже такого не бывает если он хороший то кому-то он может тоже не нравится и даже для тех кого не слишком многие то и любят ладно вот я кстати сейчас потихонечку пролистываю эту статейку там где команды которые вероятнее всего попадут на интернешнл тут нави да а эллы написано что уже подтверждено их участие также участвуют ехоум конечно сил джи зенит оранж которые уже подтвердили свои участия на интернешнл или также из русских коллектив это виртус про раша присутствует кванти гейминг из соединенных штатов они егэ вроде бы подписали не так давно комплексити москоу 5 тоже есть шансы велики вот у виртус про написано шанс средний то есть у всех остальных команд шансы большой попасть у виртус про средний шанс и отжимается пауза прерыва тебе к сожалению вот пауза пока отжали там они пока разъезжаются я как раз рассказываю что это писали я все я тебя слышал по суру пришел сосед мой а он успел объяснить да 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 вот и короче почему стоит допустим виртус про медиум это все из-за смены составов то есть есть состав стабильный ваш шанс повышается прямо как на дрожжах так и есть так маус тоже медиум егэ медиум и старая тоже днем и мист раз это вообще лоу если такие которые непонятно позовут их не позовут я думаю там ребята в альвы тоже сейчас сидят конечно очень сильно напрягаются потому что они тоже не хотят чтобы турнир получился каким-то салатным конечно нужно же мега интрига вот первый интернешнл был просто потрясающим я не знаю как остальные но я был просто в экстазе когда он закончился и пока он шел почти все матчи доставляли огромное удовольствие ну за исключением некоторых азиатских 90-минутных а так все нормально так сразу же вард залепил бисмастер такой причем вард прям подошел поставил не стесняется ничего не боится да так и по лайну что там у нас получается бисмастер стоит соло хард центр стоит инвокер и чен в лесу рядом у него также нижний лайн у нас дк плюс венга против них будет стоять наверное ботом брутмазер центр аппарат плюс скорпион и на топе энигма в лесу плюс панша соло панша соло там вообще отстоит я думаю на пятерочку мне вообще кажется что в определенный момент времени бисмастер тоже забьет болт и пойдет бить эншентов ну да не просто сами по себе типа бисмастер это соло он никому не мешает силами то он и стоит а мешать не мешает да ну вот мы видим сейчас эта дабл линия аппарат и сэнд кинг она очень на самом деле эффективно но это мне напоминает вот как раньше было очень модно там шейкеры аппарат знаешь кидается колд фит потом сразу там фиссура прилетает ну любой стан вообще абсолютно ну да и все и пацан уже никак не уходит мы же вроде как раз играли по в киеве были против кого-то то ли маузов то ли еще обыграли да 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 вот была такая фишка я еще тогда вилату говорил вот понимаешь как только они возьмут ну будет подкоп левел два три когда будет более-менее нормальный рейндж то сразу же появится то сразу же да то есть там лишь шаг приходил умирал приходил умирал так ну и инвокер конечно плотнее смотрится у него и здоровье есть и косты такие для эвейда всего на свете если чё там торнадо уже на крайне аксена кастует будет кидать пацанов ну да смотри просто разменивается с флайем тот проседает то ей просто сапом просто да просто у инвокера то у него классики включены у него четыре хп регена в секунду грубо говоря ринг оф хелл состроены ну вот под деревяшкой даже 11 то есть он вообще стоит там уже раз и раз и фу хп да флайм придется периодически отъедаться и тратить ресурсы в треме как инвокер вообще ничего не тратит но я думаю что если инвокер будет слишком нагло действовать то ему недолго останется здесь жить ну скорее всего и вообще мне кажется то есть пока дтс не будут никуда лезть нагреть они вот потерпят там до 6 уровня большие до энигмы и просто пойдут ломать товара по кд ульта ульт есть тавр сломали там была внизу попытка такая небольшая забега на магуса но в чего время убежал тогда только у него шварц стоит он их прекрасно видел и поэтому я думаю они просто идут ломать товар да они сейчас кстати могут очень нагло сделать поставить вард прямо под товаром как это в последнее время достаточно модно делать и убить могу со вот смотри щас помогу со спали чем-то застанили да но нечем просветить и он спокойно бегать дальше такой неудавшийся пуш меньше полтора не сломали так в центре тем временем джакал уже немножко просел но инвокер такая зараза хорошо дпс ну да то есть вот с этим скол снапом он вообще людей так и как в общем говоря вспомнил я что меня еще интересовало если что если что я не ешь хотя у нас глаза и похоже а да кстати есть такая тема это не ешь если что я подтверждаю а то потом прям на эши будут нависать не 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 просто просто 20 было жить ты не ты ешь ты не писал на состин ты не ешь такой спрашивай нет не так конечно такой парадист у нас затосовался кто знал так кто знал то есть по другому голосу и никогда не подумал об этом я вообще до поры до времени думал что с моим голосом только на толчке кричать занято но оказывается он еще и для чего я нормально звучит когда через микрофон проходит да кстати у нас такая игра получается пока что пассивный то сюжет 3 минуты идет и даже на пол хп мало кого подбили а ты кстати в курсе что сатирам подняли дэмэдж своего да 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 конечно в первом деле он читал чечелок вчера еще да на целую 25 но на самом деле это 25 процентов немного не мало была соточка я это неплохо неплохо вот как раз тот резист который вот и смотри на центр на центр на центр на центр прямо сейчас умирает на джакал да и убирает и убежал блоки то есть вот та самая связка то есть первый скилл аппарата подкапывает и скорпионы все замерзает инвокер вроде то что они залезли под вышку и коллснап уже не простил и все сблад за командой и смотрим дальше да тут уже начинается пуш ой посмотри как магуса под нижним тауром сейчас начинает пинать да это минус 2 и скорее всего минус тавра сразу вот варт они поставили очень агрессивно прям почти под самой вышкой и действительно мне кажется сам тауэр тут тоже вряд ли переживет этот натиск там сутки рочи хорошая картира 4 хп а 4 хп в секунду учитывая бирту тушь пассивку дк вообще не убиваемым с кольцом уже действия по себе имеет реген да 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 и крип там нормально тоже региона есть там еще какие-то всякие базилки и прочее но припуп становится вообще очень трудно убиваемыми tower просто стреляется вот я в такие моменты люблю своя на то есть все он нереально много брони накидывает опа стан попал в крипа я так понимаю что только что эвтаназия видимо так потому что иначе на иначе бы мы наверно прощались вердой или просто она ушла в инвиз не знаю не он там центре стоит но в том-то и прикол что в том-то и прикол что могли не знаю я пропустил момент на самом деле и не знаю поставили его до или после или в крипа он там вроде бы крипа попала но это не так уж важно суть в том что да бруда у нас жива бруда себе стоит спокойно бьет крипов и ушел чем-то новым крипом будет наверно допушиться сейчас второй тавр джакал там с банкой дабл дэмэдж все дела если хорошо сейчас получится капнуть инвокера то ой профи да ладно кого он там забирает без мастера есть это да причем заметьте нигма вышла но даже не успел ничего одесса посетовать далее да помог значит флай но габлак то сейчас вообще я чувствую большая как обычно будет доставлять огромные трудности она всегда доставляет огромные трудности если давить фрифарм как почти любой другой герой есть такие герои которые там вроде но фармит фармит ну и ладно пусть фармит но большая действительно относится к той категории которую потом очень сложно убивать туда большая бонник ликантроп вот такие ребята которые не прощают обычные считаете фрифарм так ну что же наверно подходит они ко второму же елки у нее руки двигаются да вот так как но на этом танцует опа на кричали на баньшу санстрайк и без кабана про просто бежит а то и убьют еще без мастера нет убить не убьют и стали драться и санкинк забирает инвизу добавок гдд идет на топ а без мастер не уходит за и ему не дали информации что ушел скорпион и видимо сейчас мы с ним прощаемся так а там уже сам их начинает на кастовывать ну да 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 ну пока смотрим как-то будет делить мастер киевым бекер не долго ему бегать осталось хотя фиг его за это по делает венгам может быть может быть смотри стик какой отбанка жарила и вот хорош отпевается и 38 холстов остается жакал преследует подкоп есть минус это не смотри смотри санстрайка не попал вообще никак но и найдет венга я думаю и и нигму и потом возможно еще и баньшу есть снимая на стан смотри даст ой хорошего просто автаназия даблкил но скорпионы вряд ли простит хотя опять же у него ну то тапок и у венге тапок то есть скорость однако 4 но мне кажется он полезет потауру будет копать до последнего просто проблем в том что у венге нет ни стика ничего такого да но скорее всего его встретят вероятно и уже отправился да санстрайк и минус закал отлично хорошая игра инвокер ну то есть из трех санстрайк в двумя он стабильно попал и каждый раз это принесло большие плоды тут действительно покарали просто санкинга таких пацанов вообще нельзя прощать я тоже своим тиммейтом очень часто объясняю что если пацан уже забежал так далеко но от тенисты от двух этих крипов несчастных на центре понятного выходил бейдера но тем временем не удался как как то пуш команде чем низу то есть все еще стоит этого товара такой почти флоу но что то они немножко замешкались а могу сужать перетянулся в вражеские леса и потихонечку там где-то мансует его появился логикой но может поставить лишнюю сеточку и этим он и занимается если вижу какой никакой на проходы так это париж он делает минус но тут час и флу тоже забирают да и скорпион сурта забирает инвокера все-таки вернулся и принес будет частью захиливать и и когда драться начнут тоже лишние эти 200 и 150 урона это неплохо да тем более на начальных уровнях они действительно очень-очень полезны эти бывают несколько да то есть там вести одни если цемка с 600 хп и на тебя бежит бланар сурдой то даже его даже можно тебя не бить там хватит просто одного взгляда да это слишком страшно так да и пытается пытается опушить второй тавер полетает аппарата сейчас и смотри да 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 вообще вот эти все вот ульты которые бьют на всю карту что аппарат что во всем что фурион они такие неприятные союзников публики для партийников так но там числа топи в очередной разобрали без мастера сколько там у него уже смертей стат 3 смерти один фраг один ассист еще нормально нельзя сказать что он там ходит знатно но все равно кстати у крипов неплохо так 36 крипов он убил он почти лучший на карте нормально пацан на сложной стоял да да ну то то что умирает на самом деле плохо и скорее всего падает тавер так его убили нечем дефить никто вряд ну не поедет никто сюда сто процентов но сейчас мы видим график не такой уж и страшный для команды ничего после этого товара скорее всего он прыгнет там на тысячу вниз еще да собирают тавер нет просто проблема в том что по опыту они сильно проигрывают очень сильно да две тысячи опыта проигрывают и это неприятно ну что с подпушивается еще и тавер центральный бруда что то себе там бегает возможно будет фармить лица или подпушить ставры еще и внизу один деканда куча но уже почти шестой вот это хорошо чем уже сможет принимать непосредственно участие в сражениях хотя бы он своим мультом на десятой минуте это не очень нет но на десятой минуте просмотреть алиппа западает аппарата и стопроцентно его забрали но там сложно не попасть на страйк в такой ситуации настоящий мишень но все равно то есть ой 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 ты видел вообще как четко и сэра причем заметить то есть его сначала собаки и он все равно копался на дальние расстояния как правило то есть это то есть это либо потом поправит либо это будет одна из фишечек куда-то 2 не такая тема да есть уже неоднократно тоже замечал что если тебя свапают и ты либо там с даггера улетаешь либо еще как то улетаешь на очень большое расстояние смотри выходит и не мои зацелу ринг получает аджистан кинтавра станут венгирь ой а чем уехал чем уехал сейчас умер из бэкхола цепанут кого нибудь да забирает автаназию ну чтож грамотная перетяжка дтс и это быстрее даблкил у сэнкинга так чо да забрали всех хрипов и мажет сам страйком инвокер обидно мог подождать пока и нему куда нибудь пойдет и потом уже стопроцентно попасть кстати у них это мяка есть неплохо неплохо 11 минута только и мяка соло ринг у чена нету шестой есть на мяке нет а у то и нигма и соло ринг и мяка и тапок нормально на свече сети если чо ну она убивала бисмастера много получалось с него кучу опыта и вообще по опыту уже перевес больше четырех тысяч за командой сейчас должны будут убивать да бисмастера бисмастер есть мэльфайс прячется метеорит едет хорошо арка заезжает метеорит не добивает ульт не попадает по бесту чуть-чуть буквально не долетает ульт аппарата джакала сбивает урну но все кажется разойдутся не смотрел а вот это посоветов вообще как бы куб какой то но уехал странно просто подошел отдал цену то ли он начнется команду поддержит урещу я может быть но просто у команды там ни много ни мало стоп маны у санкинга и стоманы у них даже на один каст не было да какое недопонимание видит произошло видимо так но планы на благо я на самом деле когда только не носил состав так скритически к ним отнесся то есть ну саппорта вроде не хватает вроде такие ребята но показали результаты меня свое мнение давно уже что рад я за них в целом нельзя сказать что парни плохо играют нет я не говорю что я просто я просто посчитал начале что это типа саппортов не хватает совсем и это обычно плохо кончается в таких командах а тут они раз 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 типа всех этих обыграли этих обыграли может как бы герои мы поехали на страдок они выкинули почти всех ближайших претенентов в играх между собой в игроках между собой ну да да за что им еще отдельное спасибо так по артефактам там что файзы барабаны у инвокера венга афтаназия ну понятно там ничего интересного быть не было вартит вартит почти в игре есть и без мастера у декар с этим ул пенсор ринг авангард и куча денег попа то еще можно то скорее всего да и ученые только арканы и есть адреска то есть пока не так много хотелось бы мы спитаться если есть арканы мекка это неплохой результат но пока не успевает он не укладывается подпушивает топ тавернах не все стекло это видео как красиво птица под этим под айс вортексом летит такой вообще смотри сейчас от вихрем они наверное ситуации конечно конечно сейчас засветит нормально я вот могу даже включить вижу но у команды он не может увидеть слуха и решили не драться так а дагер у сын кинга появился да это большие проблемы с улит 4 минута арканы дагер почти одиннадцатый без двух крипов одиннадцатый левел с к поднимающим ну поиска 6 фрагов и самое что количество крипов но не считая дк на карте а и сейчас вот жакал джакал очень страшный для команды и ч безусловно потому что он со вторым ультом сейчас будет убивать если хорошо вкопается ну тут три из пяти грубо говоря опять же если хорошо вкопается да если хорошо вкопается один минус с инкинга им надо нормально вкопаться да артстайл нам показывал как там надо вкапываться как правильно как неправильно да да там были у него туториалы и так и сяк но тестировал герой может он там новые какие то мовы придумывал и с дагер просто забирает жакал птицу так вообще по крипстатусу мы видим сильное доминирование команд дтс у них формят почти все 73 крипа у баньши 67 у скорпиона 78 у бруты и 74 у С другой стороны, у Ичей всего лишь 93 у ДК, 64 у... Ой, Банша тут, мне кажется, сейчас может... А, не, успеет она всё-таки умереть. Да, цепанули её и убили. И в то же время пытается что-то сделать с ДК Бруда, но у него слишком большой реген ХП. Ну, у него 15,8 реген ХП, это во-первых, а во-вторых, у него армора сейчас очень много, у него 50% сокращения дэмэджа. Да, и поэтому его так-так очень тяжело убивают, но цепляют эвтаназию, я думаю, сейчас Плевка заберёт его Бруда. Да, ой, подхилан ХП, ну всё равно. Хотя нет, посмотри, стан, свап, ай, ну и Блэкхолл. Ну такой, да, неприятный мув получился от Венге. И размен пока 2 в 0, забирают, наверное, ещё и ДК. Да, прилетает Скорпион, и это минус. Тут такое месиво, посмотри, сколько суммонов вообще бегает. Вообще, да, шейкер, вот здесь нужен шейкер. Да, шейкеров тут не хватило. Вот, действительно, туда бы хороший-хороший такой эхо-слэм залепить. Вообще, вот мне не нравится, то, что Чен не отправит своих юликов на базу никогда, то есть даже не пытается спасать. Ну а Чен там в Блэкхолл попал? Нет, перед этим, он вполне, то есть он пришёл, он там похилял ультом Венгу и так далее, то есть он мог успеть и ТПшнуть, 3 секунды же всего. Да, на последнем уровне 3 секунды. А вот Энигма тоже себе даггер купила, сейчас очень мобильная становится команда ДТС. Так, Баньша там опять кого-то убивает, а Джакал пришёл, помог, убили Инбокера. И падает первый тавер на низу у команды ИЧ, как их будет называть. Кстати, вот если кто-то обратил внимание, озвучка Баньши и Бруды, она очень похожа, это одна и та же женщина озвучивала их. Какие-то она страшные себе роли выбирает. Да, да, у неё такие все именно демонически старые такие, знаешь, всякие бабушки. Ну то есть мёртвая женщина и Большой Паук. Большой Паук, да, ну нормально. А я всё до сих пор жду Агра от Тоби. Ничего не могу поделать, ночами уже снится просто, как он будет там езжать. Да, мне тоже очень интересно. Всё, поеду в Сиэтл, напрошусь Вальвы озвучить кого-нибудь. Даже на английском наломано. Влад договорил, что там какой-то артефакт вообще с него, там типа там Драмасов Филат зовут или что-то такое. Вот, и снова у нас нашли Чена в лесу, забрали его, Скорпион, Бруда и Энигма. И как-то поджались, поджались ИЧИ. Боятся, боятся они куда-то выходить, у них мало вижена, ничего они почти не видят. У Баньши, кстати, уже практически есть Бладстоун, но сейчас она убивает этого Савуха, у неё остаётся 200 копеек на Бладстоун. Да, разбирает Аркан Буци и становится счастливым обладателем Красного Камешка. Очень мощного Красного Камешка. Да, в котором сразу будет 6 зарядов. В то время Инвокер как бы... Так, можно было бы цеплять Энигму, да, пытаются зацепить, но там сразу же пошёл... Он успевает Флай отпрыгнуть. Ой, это Флай, что-то я совсем заговорился. Фаник, Фаник. Каблак, Вейру, нет? Нет, Фаник не играет. Каблак, значит, 3-3, да, всё. Да, Каблак, 3-3, да, всё. Я себе запишу сейчас, чтобы не возникало больше вопросов, а то они каждый раз меняют Ники, и я всё никак не могу привыкнуть. Мало пока опыта. Ничего, ничего, это придётся во временем. Так, сейчас могут зацепить... Да, кого-то должны тут цеплять, вот всё, слишком много всего всадили в Энигму, сейчас может... А, нет, всё равно не успеет развернуться. И они не стали как-то её сейвить, то есть отдали и отдали. В общем, смотри, как классно под Ауркой и Алла Кристи бьёт Бисмастер. Да, у него там вообще такой атак спин, он просто клац, клац, клац. То есть у него сейчас вот без всего под барабаном и так уже один удар в секунду, аж под Алла Кристи, он там лупил, я не знаю. У Бисмастера у него само по себе анимация очень хорошая. Вот сейчас смотри, вот какой-нибудь грамотный байт сделают. Ага, нашли. Нашли Скорпион, и сейчас будет его убивать. Вопрос только, во что это для них выльется. Ну это выльется в один минус по-любому, да, поехал. Метеорит отличный, метеорит заезжает, но сейчас нужно ещё попытаться заспить габлака. Нет, это будет минус, инвокер скорее всего, да, инвокер не успевает улететь домой. И умирает ещё и Венга. Вот стандартная проблема, когда ты бегаешь за Баньшой. Она почему-то вас убивает. Вообще там прикольная была тема, то что Баньша изначально попала очень классно с Айленсом по-троим. Они не смогли бы завкусить поэтому Скорпиона. Да, очень быстро не получилось его убить. Сэн Кинг выжил и в результате Баньша своими духами разорвала. Получила три заряда себе. Уже девять зарядов у неё, уже регенманы. Семнадцать практически, шестнадцати девять. Вообще, как-то не хватает что ли ДК в драках. Причём, ладно бы он просто фармил, а его ж убивают ещё. Это вообще не очень хорошо. Так, Бруда там уже почти тринадцатая. У Бруды есть БКБ. И у нас уже три обладателя ста с лишних крипов. Огракс, всего лишь Огракс. Не густо, не густо так фармит. Но там, посмотри, даже по крипам реально. Вот Джакал уже имеет там без пяти сотню. Без десяти сотня у Фаника. В то время как у команды... И сто четырнадцать у Мага, и сто одиннадцать. Да, но только Флу, по сути, не фармит. У него семнадцать крипков, но ему это, в принципе, и не нужно. А вот... Ой-ой-ой, Джакала поймали. Вот это уже минус Джакал. Однозначно. Таки поймали его, всей командой. И видят, видно Бруду нет. Выбежала она за Вижен. Так, опа, вот тут поймали. Вот тут могут уже, наверное, зацепить. Есть чем... Стали. А у неё БКБ. Вот это прикол. Вот это прикол. Не, ну нормально. То есть... Стояли, стояли, пропушили вроде. И выносит себе спокойно БКБ. Ну, зато секундочку БКБ уже сбили, скажем так. А ДК смотри, он какой настырный-то, а. Пошёл, того застанил, того застанил. Это Мустан. Это Мустан. Семстан. Хватит это терпеть. В общем, так, нормально он вроде тоже фармит ДК, но... Что-то лично мне кажется, что это не китайский ДК, который потом всех убьёт. И будут у них проблемы с, опять же, той же большой. Ну, ДК на левеле 16 такой, приятный вообще персонаж. Нет, он вообще классный, когда у него 6 слотов, он... Убер-классный, но проблема в том, что... Мог не дать ему нафармиться столько всего. Да, вот посмотрим, получится ли откушаться настолько уж сильно. Ну, время выиграть точно могут. То есть, чем отпушить лайн, вроде есть. И падает, скорее всего, Рошан сейчас от команды ДТС. Хотя, это всё видят прекрасно. Ичи у них без массы птичкой светит. Исправно по всей карте летают. И смотри, как плохо они убивают без ульта баньши вообще. В целом, Рошан. То есть, какового дамага с руки у них нету. И если, допустим, вся команда ищите, берёт себе БКБшки... Ой-ой-ой, посмотри, очень вовремя, кстати, цепляют. Метеорит отличный, Джакал горит. Опа-ча, Фаник успевает закастовать бэкхол. И не сбили ему ничем. 40 хп. Всего 40 хп, и это всё испортило. И Джакал, Джакал затрусил пацанов. ДК отсюда уже никак не уйдёт. Топоры тоже до одного места эти бестмастеровские. И бестмастер тоже, скорее всего, умрёт. Ну, размин 4 в 1, да, вряд ли. Убежит отсюда куда-то в бестмастер. Но, вообще, обидно. То есть, то, что 40 хп всего они добили Энигми. Могли они выиграть эту драку вообще. Да так вообще досадно. Это такой был провал. Этот Блэкхол всё перевернул просто. Всего лишь 40 хп. То есть, одна шарная тычка, любая. Даже от кабана там. Прошла бы 1-2 удара, этого бы хватило. И очень обидная такая драка. Такой Джакал прям с блинка убил пацана. И 12 зарядов уже у Бенши. Вот сейчас Баншу зарядят и всё. И пиши пропало. У неё и так уже тревула. Какой это вообще МС? У неё МС 285, 5 плюс 161. Ну, считаем, была Нар. То есть, она сейчас купит ещё что-нибудь такое. Типа там и Юла. И, по-моему, будет 522 бегать. Это просто кошмар. У неё сейчас, да, там 440, ну, почти 450. Почти, да. 446, здесь так, быть. Если уже конкретно точно. Если сравнивать с другими героями, которых там по 350 и так далее, то бег-то она на порядок быстрее. Да, шустрая весьма дама. У неё пассивка очень хорошая. 16% ФМСа. Так. Ну, вообще, я чё-то посмотрел, что IceFrog вообще любитель цифр 16. То есть, того же Акса там. А ну ладно, даже давай, да. Драка? Да-да-да, сейчас они улетают. Что-то они пытались, видно, цепануть кого-то висмастером, дали ему Силенс и укопались и бежали. А он просто пайп, почему во время юзнул, и там два спелла ушло в никуда. Они такие поняли. Да, то есть, вон, фулл хп, противники фулл хп и просто разошлись мирно. Так вот, а по поводу цифры 16. То есть, тот же Амакс, вот в неё пассивка добавляет 4% скорости. И может она накинуть максимум 4 стака. То есть, тоже 16. И так вот везде. Да, может быть и есть такая какая-то магия чисел. Вот IceFrog. Понятно же, что там все пинвойки, это всё просто. И видно, собираются собирать второй тавер потоп по команде ДТС. Полтавера они так-то уже сломали и стоят, ждут. И в то же время у нас магу сформит всё низ, сниз сформит и тоже подпушивает тавер. Нельзя его на секунду даже оставить. Так, сейчас вот одна любая драка проигранная. Магу с там уже до тир-3 доберётся. Ну да. Ну просто такая вот бруда, то есть, я её по-хорошему должен убить и прийти на другой лайн. И драться там. Ультит баньша, сразу в неё даёт кучу костов. Так, ещё стан хорошо должен залетать. Ещё стан! Тут жакал хорошо копает, затрусил. Подхилла чена, есть! Минус габлак, там сразу же все фуловые, все подлечились. Хотя от жакала никто по сути не фокусил сильно. Улетает у нас один на базу. Как сказать, не фокусил. Вот жакала, да, только. Ну просто получается как? Баньша, она же когда умирает, баспластона выхиливает. А тут получается, что этот хил был практически не нужен никому, так как фокусили только её. Да, да, да. И вылетает у нас Чен. Ну или просто отключился, не знаю, что с ним случилось. И ставится пауза. Ждём пока. Отлично. Я пока посмотрю, чем там Магус внизу занимался. Так, Магус уже дошёл у нас до тир-2 вышки. У неё, кстати, где-то секунд десять назад хп было в полтора раза больше. Да, всё, reconnected. Ну поехали, отличненько. Хорошая драка только что была от Ич. Ну как хорош, просто подошли и 3 в 5 подрались ДТС. Для них это плохо кончилось, собственно, логично. И вот на развороте они верутся снова. Убирает за это ещё и Энигма. И возможно цепанут Флая. Так, ой-ой-ой, инвокер минус. Ой-ой-ой, да. А там Батча сделал. А, у неё ж Бладстоун там, она же вообще почти инстантно спаунится. Ну с двадцатью зарядами на шестнадцатом уровне там секунд пять. То есть прям серьёзно в секунду это всё дело делается. И что-то знает бестмастер. Вот просто пришёл на пол хп, огрёб и побежал дальше. Он Эдолонов хотел зафармить, ему мешали вот. Опа! О, видишь, сюда снаги так прям, нещадно. Так, подходит опять бестмастер. Такой, идите сюда, ребята. Мы ещё с вами не договорились. Ну, кстати, у него десять секунд до ульта, и там есть пайп и так далее. Тут ещё очень агрессивно такой лайн-вард от команды ДТС стоит. То есть либо они хотят прямо тут дотовить, либо хотят хотя бы видеть всё это дело. Потому что перед этим они ставили вард, не знаю, как тебе показать, но больше десять сейчас баньша примерно. А, да, его там разбили, да? И там стояли, да, разбили. Поэтому они решили, что поставить чуть дальше. Так, Кингга тут крикнула, проверила, никого нигде нету. Ну вот прям вереницей так с базы идут ДТС, и что-то они будут придумывать. Есть ульты большие, есть ульты. Да там у всех вроде бы ульты есть, у Сынкинга там. У Сынкинга почти есть ульты, и все остальные уже с ультами. Ну вообще его неприятно, когда вот все такие мастерты заходят. Тут говорю, надо то ли БКБ всем, то ли ещё чего. Ну, без пайпа тут вообще не разобраться, да, тут ещё есть баньша. Да, и баньша, кстати, сделала Blade Mail, ещё у Итальти Бустер купила. Теперь у неё аж 2100 хп. И куча брони. Ну, не так, чтоб куча, но... И 6% одна себя блокирует. Ну, это уже неплохой показатель. Туда ещё леча с фрост армором не хватает. И вот результивы с баньша будут сейчас пытаться с помощью ульты, с помощью Идалона подпушить Т3 по миду у команды ИЧ. А они будут, следовательно, пытаться её задейфить. Не, ну то рано или поздно вышка, конечно, упадёт. Ну, с другой стороны, рано или поздно сейчас ульты баньши кончатся, и... И можно пойти подраться. Можно пойти подраться, потому что кроме ульта баньши, там, ну, Скорпион каждый дамаг наносит, все остальные. Ой, посмотри, как с фланга ДК зашёл чётко, сейчас минус аппарат! Просто раздавило его камнем. Купило флая. Но, тем временем, Магус спокойно забирает себе низ. Врывается Скорпион, забирает там вместе с Баньшой и Ченом, и получает ещё несколько секунд стана также от Венги. И смотри, Блэкхолл. Да, Блэкхолл хороший по троим, но нет урона, хотя вот сейчас начинает Магус уже вкрызаться. Нет, нормально, нормально. Так, минус Бисмастер. Улетает ДК, и... Сейчас будет лететь цопелька, я так понимаю, в инвокера. Да, летит цопля. Инвокер... Ох, успевает. Ай-яй-яй-яй-яй, чуть-чуть. Так вот, к чему я клоню, то есть, проблема ДК в чём? Вот он сейчас собрался в танка, такого сильного танка. То есть у него куча армора, 2000 здоровья, есть БКБ, но его просто никто не бьёт. А на него просто положили болт, потому что он сам по себе ДПС не делает большого. Поэтому говорю, лично, когда я сам играю на ДК, я пытаюсь бы хотя бы что-то на дамах собрать, чтобы была польза. Ну вот сейчас смотри, вроде бы неплохо, даже и ДК умудряется помогать своей команде. Хотя вот сейчас бестаффа кусят, но он может забрить сейчас Энигму в соло. Ну, кстати, он мог сделать ей стан, он доставал пока был в форме дракона, а сейчас, видишь, чё-то у него. То ли жалеет, то ли чё-же. Наверное, просто задует и всё, и плюнет на это дело, да. Вот, да, отлично. Сделает Кимикс-При себе серию, но осталось всего лишь убежать. А вот это уже неприятно, сейчас, да, только ТП-аут может его спасти и всё-таки успевает. Да, не догорит он с сульта, много у него ещё ХП. Но вообще, типа, 4 секунды кулдаун первого скила у Байнше, это ой-ой-ой. И снова с ульта с паучками заходит она в мид. Сразу же глиф, очень много демоджа сейчас поглощает этот глиф. Да, ну смотри, то есть, Ичи драться сейчас, могут у них всё есть, ну кроме героев. А ульты-то только у Байши есть у команды ДТС. Он сейчас смотри, Сайленс по-троим опять очень хороший, Блэйд Мэйл включает, он пошёл сразу же БКБ, уходит Фоксер. Понимает, что сейчас может просесть очень плохо, будет ему сейчас да... И догоняет его маг. А, магус там соло пока только что сгрыз Вингу. А, и ещё посмотри, как отгревает бедный ДК. То есть, пришёл и просто в секунду сняло 1800 хп с ульта Баньши. Да, надо Чену какой-то АОЕ добавить, демедж. Ну да, не хватает его. Так, сразу же от греха подальше. Кстати, неплохо, наверное, я отправил, потому что... Ну, потому что иначе бы его, я думаю, убили, да. Сам-то он ещё может и убежит, хотя Бурда так не считает. Ой, хороший вообще торнадо, иииииииии... Чен убегает. Сейчас 16 ДК будет уже раздавать, ну такие неприятные. Да, так смотри, бараки-то вот сейчас умирают в результате. Да, Катапульта должна их убить. Неужели успеет Катапульта развалить? Да, последнюю плюшку! Тридцать два хп сняла, как на духу. А ведь могли задефить эти бараки, на самом деле. Убили бы Катапульту, иииииии... Все, там, хоть как-то можно было бы уже пободаться. Ну, в конце концов, укупается маг, упал барак по амиду, и... Заходит иним, и сейчас, наверное, будет из-за этого страдать Чен, скорее всего. Чен уже пострадал. Да, вопрос, чем-то закончится для команды ДТС. То есть, их не видят. Видимо, ничем не закончится, потому что еще умирает инвокер, еще умирает ДК. Ну, и умрет сейчас венгар. Скорее всего, да. Еще по ни одна тысячах пройдет, и потом уже догонит их Скорпион. Четыре секунды у него до даггера, и даже он не понадобится, просто подкопает. И ультра килл... Ах, почти! Почти ультра килл, да, от магуса. Ну, в общем говоря, счет... 19.34 в пользу команды ДТС. По ХП они обгоняют ИЧей на 20 тысяч, по деньгам тоже около 20 тысяч. И, скорее всего, сейчас будет с ульты забираться нижний табор. Очень много зарядов у... Банши. У него я, 3.13. И в секунды падает сочетала. Арак нижний, потом арак верхний. Дота, Асус. Что я могу еще комментировать? Так, ну... Да, падает Чен. Скорее всего, падает также Бестмастер. И все. Я думаю, на этом уже можно сдаваться ИЧам. Что они делают? Поздравляем ДТС с очередной победой на Асусе. И... Да, и скорее всего, они из первого места будут выходить. Ну да, сразу выйдут в полуфинал, да, получается? Да, получается, они должны сразу выходить в полуфинал. Сейчас Кипер придет, я ему скажу результат этой игры, и он уже окончательный вердикт вынесет. Да, смотри, как отличный ульт Скорпион. То есть, укатывается на Форстафи и Инвокер, и... Вся ульта Скорпиона уходит просто в никуда. Вышки, вышки потрусил, поломал вышки. Да, ну, собственно, надо досматривать, нет? Они там вроде отключаются. Ну, сейчас игра закончится, без разницы. Я думаю, трона поет уже в течении минуты. Так, а я тогда сейчас узнаю на Госу Лиге, когда там, как... Кстати, ты сейчас такой пропустил, то есть, с Дейдаллсом Бруда у нас, и она просто за два удара убила Чена. Восемьсот пятьдесят семь крит, и со второй течки добила. А, нормасик. Ну да, так она. Неплохо постояла Соло Хард. Отличный стан от Винги снова в крипа. Ага, вот, написали нам, какие матчи. Так, вообще, какие на сегодня тогда планы? Да, я вот сейчас... Пойди, у нас еще одна игра только на сегодня. Я вот сейчас выясню на Госу Лиге, что там к чему. И конкретно окончательно тебе скажу. Вот это буквально через минутку. Пока я буквально сделаю, давай, пятиминутный перерывчик. Да, конечно. Хорошо, давайте, зрители, вы тоже пока никуда не девайтесь. Подписывайтесь, мы... Подписывайтесь в темки в аппаратноте. Подписывайтесь на канале Каспера ВКонтакте. И отправляйте месседжи в твиттер. Вот. Вообще, и Мэйд шарит, слушайте. Так. Нет, ну так-то, если пошла реклама, то для любителей ДОТ-2, которые ее любят, но у вас ее нет, вы можете прикупить ее у меня же. Смотри какой, а? Ну да. Хитрец, хитрец. Vk.com.inmate и пишите мне в скайпе. Хорошо, все, давай, у нас с тобой буквально небольшой перерывчик. Ну да, напишешь, скажешь, я подойду. Давай, давай, до скорого.